Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень много релизов. Будем внимательно следить за динамикой британской валюты и конечно же за долларом, потому что сегодня выйдут данные по инфляции в США. Как ранее уже отмечалось, это основной индикатор для Федрезерва в принятии решения по ключевой процентной ставке. И характер цифр, которые мы видим сегодня, рост снижения очень сильно отразится на вероятности изменения ключевой процентной ставки, если не в марте, то точно в мае. Задаст тон движения рынков и соответственно спровоцирует серьезную волатильность. Поэтому изначально я вас предупреждаю, что рынок сегодня точно не будет спокойным. Нужно контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. Ну а что касается общей повестки, то в 7.00 сначала ждем данные по рынку труда Англии, далее в 10.00 статистика по бизнес-оптимизму Германии, в 12.00 по GMT будет публикован отчет ОПЕК по соотношению спроса и предложения. Там, соответственно, скорее всего будут детализированы прогнозы, потому как может измениться спроса в ближайшие месяцы. Рынок нефти сейчас показывает вялую динамику, несмотря на то, что высоко забрался на прошлой неделе, но точно нуждается в дополнительных катализаторах. И вот этот отчет ОПЕК ежемесячный, он может стать довольно неплохим источником для волатильности. Ну и, конечно же, главный релиз, возможно, даже не только текущей торговой сессии, а всей недели или даже за более продолжительный период времени, это отчетовая инфляция в 13.30 по GMT. Традиционное время для публикации американской статистики. Обо всем по порядку. Индекс доллара 104.10. Очень быстро мы вернулись выше отметки 104. Как, собственно, и прогнозировалось, индекс доллара в текущих экономических условиях имеет куда больше оснований для того, чтобы дальше расти, нежели чем перейти к какой-то затяжной коррекции, либо даже развороту тренда. Мы разбирали, что в ходе вчерашнего брифинга, что на вебинаре риторику представителя американского регулятора натянется с прошлой недели. Наиболее, наверное, влиятельный член американского регулятора Лоретта Мейстер и Томас Баркин, которые подтвердили идею того, что лично они не будут поддерживать идею более скорого снижения ключевой процентной ставки. Веские аргументы, я, в принципе, их уже касался от Баркина о том, что анализ текущих актуальных экономических условий, либо, как говорят, американская экономическая конъюнтура, указывает на то, что есть очень много признаков для усиления инфляции. Это рост арендных платежей, это значительный прирост по внутреннему спросу, очень хорошие показатели по потребительской активности, прогрессирующий рынок труда, тоже это отдельный разговор. И с учетом всех вот этих экономических вводных, я опираюсь на элементарную экономическую теорию, да, нужно прийти к выводу, что индекс потребительских цен, скорее всего, может либо существенно замедлить темпы снижения, либо вовсе начать стагнировать вот на каком-то рубеже, там, в районе 3%. И ФРС, скорее всего, это осознает и понимает, что значительного прогресса в дальнейшем снижения инфляции уже не будет. Поэтому прежде чем принимать какие-то очень ответственные решения, такие как снижение ключевой процентной ставки, а это впоследствии разговоры о том, что будет даже стимулировать еще усиление инфляции, предпочитает дождаться, когда можно будет сказать, что индекс потребительских цен устойчиво движется к целевому значению в 2%, и уже после этого действует. Но на данный момент таких, друзья, условий нет. По инфляции сегодня ожидается снижение показателя с 3,4% до 2,9%. Базовый индекс потребительских цен может скорректироваться с 3,9% до 3,7%. Это, на мой взгляд, слишком оптимистичная оценка экспертов. Я ее не разделяю. Я считаю, что прогресс будет, если он вообще будет, то окажется менее значительным. И я, в целом, отношусь к тем трейдерам, которые допускают высокую вероятность сюрприза сегодня, который может убедить сомневающихся трейдеров в том, что риски для разгона инфляции все еще остаются. Ну, это вот то, о чем говорили Мейстер и Баркер. Поэтому я сторонник того, что индекс доллар пока что сохранит траекторию восходящего движения, и от этой сделки отказываться на данный момент не собираюсь. Золото 2019 долларов за тройскую омсу, сантимент пока что 50 на 50. После сегодняшнего релиза по инфляции, завтра, когда мы будем обсуждать с вами рынок, точно сантимент будет уже другим. И хочется верить в то, что завтра мы сможем использовать в качестве оправдания идеи для развития нисходящей динамики еще и толпу, которая должна залезть в покупки. Текущие факторы, которые давят на золото, это доллар, это рост доходности американских облигаций. Собственно, тот фон, который я озвучивал ранее. Британская валюта 1.26.11. Данные по рынку труда очень важны. Это тоже один из индикаторов инфляционного давления. Завтра, кстати, будет отчет по инфляции в Англии. Сегодня мы будем попробовать рассуждать на тему того, каким может быть этот показатель по индексу потребительских цен, потому что сегодня выйдут компоненты, которые влияют на этот отчет. Это динамика роста зарплатных плат. Здесь ожидается снижение зарплатных плат с 6,5% до 5,6%. А если характеризовать в целом британский рынок труда, то, скорее всего, будет очень много хороших подкомпонентов. Сегодня это и снижение уровня безработицы с 4,2% до 4%, и рост занятости больше, чем на 100 тысяч. Если сравнивать со статистикой из США, то кажется, что совсем смешной показатель. Но 100 тысяч – это достойный релиз, достойное значение для британской экономики, учитывая то, что обычно показатели могут быть всего лишь несколько десятков тысяч новых рабочих мест. Поэтому потенциально сегодня рынок труда действительно может поддержать британскую валюту. Если мы посмотрим на сантимент, то сейчас здесь есть на что обратить внимание, потому что распределение покупателей-продавцов 30,70%, то есть толпа находится как раз в продажах. И на фоне крепкого рынка труда, что будет оправдывать для Банка Англии возможность сохранения ставки на прежнем уровне, учитывая сантимент, я допускаю, что фунт может даже быть интереснее, чем американский доллар в плане развития восходящей динамики. Но думаю, что какие-то конкретные рекомендации можно будет давать только после того, как мы переживем сегодня этот отчет по рынку труда и будем готовиться к данным по инфляции. Евро против доллара 1,0760. Здесь я остаюсь скептиком, считаю, что снижение продолжится. Завтра выйдут данные по ВВП. Это уже финальная оценка за четвертый квартал прошлого года и по промышленному производству. Думаю, что ВВП, скорее всего, не изменится, будет таким же на целых 0,1% прироста в годовом выражении. А вот промышленное производство может очень сильно разочаровать. И это риск для европейской валюты с возможностью снижения к отметке 1,07. Доллар иена 149,54. Я попробую рискнуть и предположить, что мы увидим 150 уже сегодня. Друзья, где можно будет фиксироваться, это еще одна классная сделка, потому что мы поднимали этот дуэт активов с более низких ценовых значений. И как раз оперировались на контраст монетарных политиков. Из последних релизов, буквально несколько часов отчета по индексу ценопроизводителей Японии, рост, по сути, его отсутствие, нулевая динамика в январе, что свидетельствует о том, что инфляция в целом продолжает снижаться. И без этого, конечно же, Банк Японии не пойдет на смену, собственно, риторики и отказ от отрицательных процентных ставок. Друзья, собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.